В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанные с сирийской химической программой. Как сообщают различные СМИ, удар не привел к человеческим жертвам. Уже более чем очевидно, экспедиционный корпус российской армии высадился в Сирии и активно принимает участие в вооруженном конфликте. Стоит принять к сведению, что между Россией и Сирией заключено соглашение о размещении авиационной группы вооруженных сил Российской Федерации на сирийской территории, согласно которому авиагруппа по просьбе правительства Сирии размещается на территории Сирийской Арабской Республики бессрочно. Аэродром Хмеймим передается российской стране безвозмездно. Присутствие российской авиации носит оборонительный характер и не направлено против других государств. Но для чего России необходимо участие в сирийском конфликте? Ответ на этот вопрос нам помог найти руководитель Координационного центра «Исламика» Казанского федерального университета Виктор Наумкин. Мы развиваем отношения на двухсторонней основе со всеми практически, в том числе и с конфликтующими между собой игроками. Посмотрите, это с одной стороны Иран, с другой стороны страны заливок. По словам университетского эксперта, Россия формирует новую военную коалицию, снабжая ее средствами разведки, авиацией и обеспечивая стратегическое командование. В качестве ударной силы для наземных операций могут быть использованы армейские подразделения Ирана. Есть тройка, так называемая, это Россия, Иран и Турция. Это тоже большое достижение российской политики, сплотить эти три государства, включая наши, вместе, потому что между Ираном и Турцией есть серьезные разногласия. Но вот эта концепция зон деэскалации, она нас превратила в трех гарантов, которые пока энергично действуют. Можно предположить, что если взаимодействие России окажется успешным хотя бы отчасти, российские власти нормализуют отношения с Западом и одновременно продемонстрируют свои силы на весь мир. Ведь наши войска способны атаковать террористов даже на Ближнем Востоке. Однако не стоит забывать, что от последствий военных рисков все же никто не застрахован.